Вы слушаете канал жаж.клаб. Древние люди. Основные этапы формирования культуры Юго-Западной Сибири в эпоху камня. Формирование региональной культуры – неотъемлемая часть самого процесса освоения какой-либо территории новой или новыми группами населения. Особенность Юго-Западной Сибири заключается в том, что в силу ее предледникового характера в верхнем палеолите местного населения здесь не было. В лучшем случае в 20-11 тысяч ДНЭ фиксируются посезонные проникновения групп охотников Южного Урала. Именно этот регион выступал до конца палеолита в качестве центра всех местных коллективов. Орудие принцип аналогии позволяет нам говорить, что охотники использовали различные варианты каменных пластинчатых технологий. Орудия были предназначены как для охоты, так и для обработки шкур, костей, дерева. По всей видимости, одежда была не только сшита из шкур, но и вязаная. Большое значение в жизни охотников Южного Урала играли культовые центры, расположенные в Каповой, Шульганташ, и Игнатиевской пещерах. Немного мировой истории Каповой и Игнатиевской пещеры функционировали, как культовые или иные центры, с 18 по 12 тысяч ДНЭ. Это время является расцветом палеолитической живописи, которая от реалистичности постепенно перешла к схематичности. Потепление климата в 11 тысячелетии ДНЭ привело к прекращению функционирования этих комплексов и к общему изменению всех инструментов адаптации, которые активно развивались в последующую эпоху мезолита. Искусство открытия памятников искусства верхнего палеолита, как в мире так и на Урале, показало, что представление о примитивности культуры этого времени не соответствует действительности. Наличие подобных объектов для бесписьменных народов свидетельствует о формировании картины религиозных представлений, мифологии, эстетики, а в некоторых случаях и этических норм. Однако на данный момент все эти феномены не могут быть адекватно реконструированы. Постепенная деградация искусства палеолита и уменьшение числа стоянок в пещерах, которая происходит в 12-11 тысяч ДНЭ, свидетельствует о начале конца верхней палеолитической культуры. Этот процесс был связан с глобальным потеплением 12-10 тысяч ДНЭ, формированием нового ландшафта, флоры и фауны, а также резким увеличением количества водных ресурсов. В археологии этот процесс называется переходом от палеолита к мезолиту. В 10-ти тысячелетии ДНЭ, формируется новая мезолитическая культура. Судя по анализу различных артефактов, большая часть населения Юго-Западной Сибири в мезолите пришла из Прикаспии и Приурале. Возможно в формировании населения участвовали какие-то группы Южного Урала. Хотя и сохранилась охота в качестве основного средства добывания пищи, изменился ее характер, она стала индивидуальной. Большую роль стало играть рыболовство. Уникальные находки для этого периода нам неизвестны объекты наскального искусства, хотя в торфяниках, на севере Свердловской области, сохранились деревянные изделия с изображениями различных птиц и животных. В деревянном искусстве мезолита чаще всего встречаются образы рыб, присмыкающихся и птиц, что говорит о большом значении воды и различных водных ресурсов в жизни мезолитических коллективов. Уникальными находками в торфяниках являются так называемые идолы, самые известные из которых Шигирский. Несмотря на отдельные отличия, считается, что культура мезолита на юге Западной Сибири мало отличалась от палеолитической. Среди некоторых значительных отличий также называют формирование в мезолите погребального обряда и связанного с ним культа.